Привет, друзья! С вами Орех, и это специальный выпуск видеоподкаста, полностью посвященный 20-летию одной из самых гениальных и легендарных серий Metal Gear Solid. Сегодня в программе! История серии от А до Я. Сюжетные повороты, загадки, герои, злодеи, заговоры и их тайные кукловоды. Хидео Козимо — человек-легенда. Где стоит искать корни серии? И вообще, кто вы, мистер Козимо? Metal Gear Solid 4. Новые детали, куски из реальной игры и будущее. Пристегните ремни, мы отправляемся в волнующий мир мистера Снейка. Наша история начинается задолго до пиксельных кубиков и пищащих переливов первых игровых приставок. Мы с вами отправляемся в Токио 1963 года, где 24 августа на свет появился милый и очень слабенький мальчик, которого назвали Хидео. Япония продолжала оправляться от экономического кризиса, безработицы и мрачного ореола смутного ощущения будущего. Родители день и ночь трудились на нескольких работах, а лишенный внимания щупленький Хидео рос замкнутым и очень тихим ребенком, для которого единственной связью с внешним миром, оставался телевизор в полупустой квартире в индустриальной части Токио. Я смотрел все подряд, вспоминает Казима 20 лет спустя. Развлекательные шоу, кулинарные поединки, передачи о природе, ну и аниме, конечно. Мне было абсолютно все равно, что смотреть. Я приходил домой первый и проводил время в одиночестве. Я ненавидел эти моменты, когда дом был пуст и беззвучен. Я до сих пор чувствую удивление, когда возвращаюсь с работы и обнаруживаю, что уже кто-то из моей семьи есть дома. Каждый раз, когда я путешествую и останавливаюсь в номере гостиницы, то переступив порог, первым делом включаю телевизор, чтобы побороть пугающее чувство жуткого одиночества. Телевизор и комиксы не были единственным увлечением Хидео. Он мечтал стать космонавтом и открыть несколько планет на краю нашей вселенной. С годами его предпочтения изменились, и он стал думать о полицейской форме и карьере частного детектива. В Японии того времени, да и сейчас тоже считается, что закончив отличную школу и получив образование, можно попасть на высокооплачиваемую работу. Это было японским идеалом, стремлением, которое вскоре стало правилом, всякий, нарушивший которое, считался изгоем. Мое желание стать кинорежиссером или писателем входило в противоречие с этим неписанным правилом сообщества. Это значительно усложнило мою жизнь и заставило почувствовать себя никому не нужным. Конечно, родители давили на него, требуя большого усердия и прилежности, но будущий папа Снейка тайком просматривал комиксы и наслаждался фильмами о Годзилле. В 12 лет Козимо почувствовал страсть к литературе и начал писать небольшие рассказы, которые рассылал токийским изданиям. Отказ за отказом заставили Хидео попробовать свои силы в режиссуре. Вооружившись другом 8-мм камерой, он начал снимать короткометражные фильмы, но родители не разделяли его увлечений. Моя семья никогда не понимала моих амбиций, вспоминает Козимо. Я знал это и никогда не делился своими желаниями. Друзья были полностью сосредоточены на своем образовании и никогда не разделяли мои мечты о том, чтобы зарабатывать на жизнь производством фильмов или игрой в поп-группе. Впрочем, система не смогла сломать маленького мечтателя. Во время учебы в колледже на экономиста Козимо увлекся видеоиграми и когда пришло время выбирать место для постоянной работы, дипломированный специалист Хидео Козимо устроился на работу в молодую игровую компанию Konami. Я помню, как все говорили мне, не делай этого, даже не думай, но теперь те же люди улыбаются мне и высказывают уважение. Я уверен, что тогда моя мама никому не говорила, что я работаю в индустрии видеоигр. Первая игра Козимы, Penguin Adventure, провалилась. Следующая неудача Lost World могла поставить крест на карьере будущего гения, если бы в 1987 году Козимо не получил последний шанс. Предложение поработать над новой игрой, названной Metal Gear. Позвольте представить вам моего собеседника, представителя игрового комьюнити GameMag и эксперта по серии Metal Gear, Эйса. Как думаешь, насколько сильно голливудские фильмы, сериалы и аниме повлияли на молодого Козиму? Я думаю, очень сильно повлияли. За то, что в детстве он часто оставался один, родители были на работе, и из-за этого он все время смотрел телевизор, а там что и аниме, и фильмы. В итоге это очень сильно повлияло на него. Это только мне кажется, или ты тоже чувствуешь, что Metal Gear очень похож на меха Годзиллу, а все эти шпионские страсти и заговоры напоминают голливудскую шпиономанию 70-х? Ну, может быть, и не похож, но заговоры напоминают действительно, потому что он же жил в это время, он смотрел эти фильмы, он вдохновлялся этим, соответственно, вполне логично, что напоминают. Официальной датой появления Metal Gear принято считать 13 июля 1987 года. Именно тогда на игровой платформе MSX2 появилась первая часть приключений Солида Снейка. Игра имела весьма неплохую по тем временам графику, удобное управление и знаменитую рацию, которая стала отличительной чертой всей игровой серии. История игры была не слишком сложна. В роли члена элитного спецподразделения Foxhound Снейка вам необходимо было проникнуть на военную базу Outer Heaven и спасти пропавшего сотрудника организации, известного как Gray Fox. По ходу выполнения задания Снейк узнает о секретной разработке военных, шагающем танке Metal Gear, способном нести несколько портативных ядерных зарядов. Именно в этой части игры были засвечены такие фирменные фишки, как пачка сигарет и знаменитая картонная коробка. Успех игры был ошеломительным, и это во многом объяснялось новым подходом к геймплею. В игре необходимо было действовать скрытно и не попадаться на глаза вооруженным до зубов солдатам. Что ты думаешь о первой части Metal Gear? Знал ли Кодзима о том, что ждет его героя? Или же он творил вслепую, создавая историю на ходу? Я думаю, Кодзима никогда не творил вслепую. Он всегда продумывает каждую деталь своей игры, всегда консультируется со специалистами. Поэтому он не мог просто взять и экспромтом создать такую серию. В чем была проблема сиквела с Next Revenge, в создании которого Кодзима участия не принимал? Можно ли эту игру вообще считать частью серии Metal Gear Solid? Ну, проблема была в том, что как раз Кодзима не принимал участия в создании этой игры. Игра получилась очень экшеновская. То есть там не было такого, чтобы герой должен прятаться в тени, тихо красться, не убивая жертв. И геймплей полностью изменили. Главный герой убивал там всех на своем пути. То есть совершенно не похоже на оригинальный Metal Gear. Соответственно, и поэтому он не может считаться полноценным Metal Gear. После откровенного провала Snake's Revenge поклонники требовали возвращения настоящего Снэйка. И Хидео Козимо в 90-м году представил Metal Gear 2 Solid Snake. Вторая часть – логическое продолжение истории оригинала без каких-либо воспоминаний о неудачном Snake's Revenge. Специально для второй части Козимо приготовил новый сюжет. Герои переносятся в 1999 год, в период кризиса и энергокатастроф. Запасы нефти подходят к концу, мир переживает энергокризис. Но из тени колб и пробирок выходит ученый-биолог Кио Марф, который создает Ойликс – особый микроорганизм, способный производить нефть. Однако Ойликс крадут, а ученого похищают. Последний раз его видели в независимом государстве Занзибар-Лэнд. Главным по возволению назначают полковника Роя Кэмпбелла, который дает задание Снэйку. Солид по ходу дела встречает доктора Петровича, который рассказывает о Metal Gear D. Снэйку предстоит уничтожить еще один ходячий танк. После выхода Metal Gear 2 Хидео Козимо забыл об игре аж на 8 лет. Как ты думаешь, почему? Ну, я думаю, потому что он начал разработку новых игр, таких как, например, Polisnauts, Bagtai и Snatchers. Соответственно, он не мог заниматься Metal Gearом, и поэтому, собственно, о Metal Gear ничего не было известно 8 лет. Козимо узнает о PlayStation 1 и решает вернуться к, казалось бы, уже давно забытой серии Metal Gear. Что это было? Попытка заработать денег или же дорассказать начатую историю? Ну, я думаю, ни то, ни другое. Дело в том, что Кадима, его не интересуют деньги, в большей части, а ему интересует искусство. Он всегда мечтал создавать игровое кино, но не мог этого делать, поэтому делал игровое кино. И когда он увидел мощности PlayStation 1, работы с трехмерной графикой в том числе, то он понял, что это огромный потенциал для создания настоящего кино. И поэтому начал делать, продолжать свое искусство, рассказывать новую историю. В рамках E3-97 Хидео Козимо продемонстрировал миру Metal Gear Solid. Посетители по несколько раз возвращались к стенду Konami, чтобы посмотреть трейлер и поделиться впечатлениями от возвращения легенды. Почти все представители прессы и индустрии тогда сходились во мнении, что MGS — это интерактивный фильм, игра с голливудским сюжетом, а не очередное паразитирование на известном имени. История переносила нас через пять лет после выполнения миссии в Занзебар-Лэнд. Solid Snake покинул Foxhound, чтобы вернуться домой на Аляску. Но бывший полковник Кэмпбелл заставляет главного героя вернуться в строй со сверхсекретным заданием, от выполнения которого зависит судьба не только будущего Америки, но и всего мира. Только Снейк может остановить обезумевших спецназовцев из Foxhound, которые хотят взорвать ядерную бомбу. В этой части появилась куча новых героев — Psycho Mantis, Дикой Октопус, Снайпер Вульф, Грей Фокс, возрожденный в экзоскелете и ставший ниндзя с супер-катаной, Вулкан Рэйвен, Ликвид Снейк, генетический брат-близнец Солида. Ну и, конечно, новая версия боевого танка — Metal Gear Rex. Переход в 3D позволил Снейку выглядывать из-за угла и постукивать по стенке, привлекая внимание врагов, чтобы потом свернуть им шею. В свое время много было сказано об интерактивности игры. Персонажи знали, в какие игры от Konami вы играли, или в какой-то момент нужно было переключить джойстик в другой слот. Как эта задумка Казима отразилась на игровом процессе в целом? Ну и геймеры испытали что-то новое, до этого еще такого никогда не было в играх, поэтому очень повлияло положительным образом на саму атмосферу игры, атмосферу шпионского детектива, боевика и кино, собственно. Поэтому это способствовало популярности игры. Во второй части нас ждал новый главный герой. Как на это отреагировали фанаты серии? Ну многие разочаровались, потому что они привыкли к Солиду, и когда им предложили играть за Райдена, за Хлюпика, можно так сказать, который не умеет, много чего не умеет, неопытен, и они разочаровались из-за этого. Но с другой стороны, Хидео не мог просто так такую вещь сделать в игре своей, поэтому он хотел, чтобы геймеры почувствовали что-то новое, чтобы они увидели события этой игры с другой стороны, со стороны неопытного человека, новичка зеленого, и чтобы полностью оценить тот сюжет, который он им, геймерам, показал. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty готовился как специальный проект для PlayStation 2. Хидео Козимо анонсировал игру на Етли 2000, вызвав немало ажиотажа и шума. Музыкальные вставки от голливудского композитора Гарри Грексона Уильямса, восхитительная по тем временам графика и эволюционировавший геймплей. Главный герой научился нейтрализовывать бомбы, переодеваться в одежду врагов и прикрывать друзей снайперской винтовки. Но главным сюрпризом и шоком для геймеров стала замена Снейка на гламурного малолетнего недоучку Райдена. В результате, Konami выпустила специальную версию игры Substance, где можно было вновь играть за Снейка. После выхода Metal Gear Solid 2 Хидео Козимо заявил, что в серии поставлена точка. Действительно ли это было так? Ну, я думаю, что он просто побоялся, что не сможет больше сделать лучший сюжет, чем Metal Gear Solid 2 и лучшую постановку. И вообще, поэтому он побоялся, скорее всего, это мое мнение. Но Konami считала, что Metal Gear Solid должен продолжаться обязательно. Фанаты тоже так считали, поэтому они уговорили Хидео создать прикел ко всей серии. И, соответственно, конечно, финансовый фактор тоже повлиял, но все были довольны, собственно. К тому же Хидео получил свою собственную компанию Kojima Productions и он тоже как бы остался в плюсе. Примерно в одно время с выходом Metal Gear Solid 2 в продаже появилась и специальная версия Metal Gear Solid 1 с пометкой The Twin Snakes специально для GameCube. Было ли это обычным портом с PlayStation или же это отдельная игра? Это не был порт с PlayStation, это новая игра, ремейк первой части. Его делали компания Silicon Knights вместе с японским режиссером, который полностью изменил все ролики в игре. Сама игра была на новом движке, похожем на Metal Gear Solid 2. Собственно, геймплей практически не изменился, кроме хорошей графики. Вот эти сами ролики очень сильно изменили, вот что изменилось как раз в ролике. Они были в стиле Матрицы, то есть Снэк делал совершенно невероятные вещи, он прыгал по ракетам, в slow-motion, что совершенно не делал в своих играх сам Хидео, но Хидео сам смотрел за процессом создания игры, ему он оценил, ему понравилось. Поэтому это был хороший повод для владельцев GameCube оценить первую часть в новом свете. В 2004 году под грохот фанфар на прилавке западных магазинов поступила MGS3. Во время Холодной войны США и СССР производили все больше и больше ядерного оружия, объясняет Казима сюжет Metal Gear Solid 3. Две супердержавы противостояли друг другу, а жители Земли боялись за будущее человечества. Судьба всего мира была в руках этих двух государств. В Metal Gear Solid 3 я хочу рассказать о том отрезке истории, когда две супердержавы чуть не уничтожили мир. Snake Eater показывает нам события, которые разворачивались задолго до Metal Gear, самой первой игры о Солиде Снэке. Мы переносимся в 1964 год, где начинается история Биг Босса, его любви, предательства и первой встречи с прототипом Metal Gear, или, как его здесь ласково называют, шагохода. Обновленный движок игры показал хорошо детализированные пространства. Главный герой получил маскировку, научился охотиться на змей и аллигаторов, а также продемонстрировал на практике систему собственного рукопашного боя CQC – Close Quarters Combat. Под маркой третьей MGS выходили две игры – Snake Eater и Subsistence. В чем разница? Ну, разница, в первую очередь, в том, что в Subsistence появился онлайновый режим. Там появились еще две очень сактопильные девочки из Rumble Roses. Плюс изменилась камера в синглплеере, возможность ставить ее за плечо, крутить ее вокруг Снэка. Ну, в общем, игра стала намного удобнее и, соответственно, онлайн-режим. Совсем недавно Solid Snake узнал о портативных приставках. Не знаю, каким образом это ему удалось, но, тем не менее, мы имеем на PSP игру Metal Gear Solid Portable Ops. Что это за игра? Рассказывает ли она тот же самый сюжет или является абсолютно отдельной игрой? Это продолжение Metal Gear Solid 3. Дело в том, что главный герой там Naked Snake или Big Boss. И в нем мы узнаем о том, каким образом Big Boss отказался от своей страны, отрекся от нее. И как он уничтожил Фокс, который стал Фокс Каундом, соответственно. То есть, как бы, в принципе, эта часть абсолютно вливается в всю серию, дополняет ее и раскрывает новые подробности. Metal Gear Solid 4, пожалуй, самая ожидаемая игра ближайшего года. Guns of the Patriots должна завершить историю патриотов, Снейка и борьбы между таинственными и от этого очень могущественными силами. Guns of the Patriots Известно, что под воздействием генных мутаций Solid Snake сильно постарел, страдает от депрессии и теперь сражается со стадами мини-метал-геров, известных под кличкой Гекка. Органические составляющие в комбинации с последними наносистемами делают этих крошек основным оружием в центре большого военного конфликта на Ближнем Востоке. Костюм Снейка обеспечивает герою былую гибкость, а специальный камуфляж Octocamo позволяет Снейку превращаться в статуи и сливаться с окружающей средой. Вместе с новыми гэджетами изменилась и тактика борьбы. Противника можно спугнуть, подманить, обмануть, а в некоторых случаях и допросить. Помощь одной из воюющих сторон обязательно отольется пулями благодарности за спасенные жизни. Есть у Снейка и Solid Eye System, повязка, которая позволит оценить силу противника или покажет характеристики оружия. Она позволит Снейку видеть в темноте и анализировать ситуацию на местности. В игре появится и новое изобретение профессора Атакона Metal Gear Mark II. Мини-робот на целом процессоре управляется с помощью Sixaxis и за счет своих небольших размеров позволяет исследовать территорию на дальние расстояния. И это только небольшое количество сюрпризов, что нам приготовил к выходу игры Хидео Сама. Как думаешь, чего еще можно ожидать от Metal Gear Solid 4? Я думаю, что это ожидать самого мощного и красивого игрового кино, которое доступно на NextGen приставках. Код Дима сказал, что он ответит на все вопросы, которые интересовали всех геймеров, кто играл во все части, которые не были отвечены на простых играх. Соответственно, мы просто все узнаем подробно обо всем, что было во всех частях. Действительно ли эта игра станет последней частью серии? Я думаю, может быть, это станет, скорее всего, последней частью для Хидео. Он сказал, что он больше не будет делать Metal Gear Solid. Правда, должны выйти Metal Gear Solid Portable Ops 2 на PlayStation Portable плюс графическая новелла за номером 2. То есть, в принципе, в честь 20-летия, может быть, это будет финал действительно, но все зависит от Konami. Спасибо за интересную беседу. У меня же на этом все. Увидимся на следующей неделе в том же месте. Пока! Позвольте представить вам моего собеседника, представителя игрового комьюнити GameMag и эксперта по серии Metal Gear Ace. Как думаешь, насколько сильно голливудские фильмы, сериалы и аниме повлияли на молодого Козиму? На входниче по серии Моя года в ТPU. Самый метит. Тема «Три Литм. Аниме повлияли на документы»